Кибербуллинг – тема нашего разговора сегодняшнего с адвокатом. Если перевести это на русский язык, это травля, которую можно организовать в том числе в интернете. И, к сожалению, часто это происходит. Станислав Вахрушев, адвокат, президент коллегии адвокатов Енисейской Сибири. Здравствуйте! Доброе утро! Я думала, что это безнадежная история – кибербуллинг, и за них никогда никому ничего не бывает. Да, вот, как правило, в России действительно эти преступления остаются безнаказанными и по разным причинам. И так уж получилось, что тема снова актуализировалась после удачного исхода разрешения дела в Европейском суде по правам человека. После того, как одна из заявительниц подверглась насилию в интернете, что именно происходило, да, начали… Ее бывший сожитель опубликовал интимные фотографии в социальных сетях. Свои? Нет, ее. И таким образом пытался ей отомстить за то, что она ушла от него. И начала рассылать эти фотографии, создав поддельный аккаунт от ее имени, опубликовал все фотографии, видео, и начала рассылать ее знакомым, в том числе и детям, и даже, так сказать, одноклассникам ее ребенка. Ой, кошмар. И вот она обратилась, естественно, в полицию, что вот возбуждайте уголовное дело, все-таки как-то неприкосновенность частной жизни у нас вроде бы как запрещена, ну, как запрещена, охраняется уголовным кодексом, но долгое время полиция не возбуждала уголовное дело из-за того, что говорят, ну, и мы его найти сейчас быстро не можем, да. Потому что сейчас 73-й год. Потому что он же, он же, он же, даже им непонятно, где он находится, мы вот по городу его ищем, по региону его ищем, нигде найти не можем. Что мы можем сделать? Отказать в возбуждении уголовного дела. Ну ладно. И она очень долгое время добивалась возбуждения уголовного дела. Ушло у нее на это два с лишним года. Сумасшедший. На то, чтобы добиться. И только спустя два года полиция стала, собственно, делать запросы в социальные сети, примерно пытаться установить, с какого IP-адреса происходили вот отправки этих сообщений, о размещении фотографий. Да. И на самом деле возмутил Европейский суд именно то, как Россия на эти преступления очень быстро реагирует. Ну как, в кавычках быстро. Да. Что безнаказанно человек очень долго мог размещать фотографии, публиковать сообщения и подвергать, ну, по сути, онлайн-насилию, в смысле психологическому насилию, вот эту самую жертву. Да. И она, понятно, что из-за этого, ну, страдала. Это, наверное, никто не будет оспаривать. Но государство в лице полиции, в лице судов, где она пыталась даже в гражданско-правовом порядке в нашем как-то каким-то образом запретить распространение этих фотографий, это все не увенчалось успехом. И защита, ну, в Европейском суде, как я вот неоднократно рассказывал, на стороне ответчика выступает Российская Федерация, да, и Российская Федерация по этому делу заняла такую позицию, говорят, ну, смотрите, у нас с законодательством все в порядке. У нас есть в Уголовном кодексе одна статья, да, там, предусматривает наказание, там, два-три года лишения свободы. У нас есть в Гражданском кодексе возможность по Гражданскому кодексу запретить распространение изображения. Вот, заявительница этим не воспользовалась, поэтому все в порядке. Выбирайте, у нас выбор широкий. И Европейский суд говорит, у нас нет эффективных средств защиты, вот как раз такого рода жертв. Когда государство при наличии явных признаков киберпреступления, да, в отношении частного лица, потому что, ну, как правило, это делается анонимно, установить, кто это делает, очень сложно. Это имеет очень быстрое, широкое распространение среди общественности, такого рода, ну, вот, интернет-травли. И государство должно, ну, взяло на себя, вот, подписав Европейскую конвенцию еще в 98-м году, да, взяло на себя обязательство защищать частную жизнь человека от такого рода вмешательства. Государства у нас нет в Российской Федерации эффективных средств правовой защиты. Куда должен обратиться человек, чтобы каким-то образом оперативно пресечь попытку распространения такого рода конфиденциальной информации? Но в итоге Европейский суд встал на сторону человека и подтверждено, что законодательство у нас не такое совершенное, как ответчик пытался доказать. Да, и на самом деле, на самом деле, хоть какая-то остается надежда, да, и я надеюсь, что новый созыв Государственной Думы на это обратит внимание, поскольку законодательство именно в Российской Федерации в конечном счете не отвечает требованиям, ну, как сказать, эффективности расследования, что у нас в Российской Федерации невозможно очень быстро наказать, найти, главное, найти человека, который распространяет такого рода информацию. Такие есть дела, и такие есть решения, когда люди даже уголовное наказание получают за подобные действия, но их очень мало, это больше как исключение. Да, это, скорее всего, исключение, потому что у нас для того, чтобы начать, начать поиск человека, это все находится на усмотрении следователя. Вот следователь хочет, да, на что и пишет Европейский суд, считает это обоснованным? Ну да, если не считает, ну, вы идите, обращайтесь в суд, обжалуйте его бездействия. Ну, такое. Да, и на это уходит очень много времени на практике, да, это может быть несколько месяцев, это вот как в деле заведения, вообще происходило два года. Возбудили уголовное дело, а потом его прекратили за истечением сроков давности. Говорят, ну вот мы пытались, да, ну вот два года прошло здесь, он потом нашли, мы его допросили, а он заявил в кадатрство о прекращении уголовного преследования, да. Ну, извините, у нас лапки, да. Так это если даже речь идет об интимных фотографиях, а если что-то полегче, вариант, когда распространяют, там, твой номер телефона, про тебя какую-то информацию личного характера, там, адрес, например, еще местоположение, либо действия, которые ты не совершал, тебе приписывают, это же тоже все в интернет-травлю вписывается, это вообще невозможно доказать? А, понимаете в чем? У нас, допустим, уголовный кодекс не защищает, допустим, вот у нас не подпадает оскорбление под уголовную охрану, уголовно-правовую охрану. У нас оскорбление является административным правонарушением. У нас охраняется уголовным кодексом распространение информации, порочащей честь и достоинство другого лица, то, что называется клеветой. А если он положил твой телефон, написал, отдам породистых котят бесплатно, и у тебя телефон разрывается в 3-й сутки, это нормально. Ну, это, видите, кибертравлей можно назвать, когда человеку, в отношении него распространяется постоянная информация, которая для него является, так сказать, очень... Поводом для страданий. Поводом для страданий, да, и человек от этого постоянно претерпевает какие-то... Вам просто не звонили после этих объявлений с котятами. А, ну... Там тоже есть повод для страданий. Но я правильно поняла главный вывод нашего разговора, что надежда есть. Надежда есть, и главное, что это значит для женщин, да, для тех вообще, кто, в принципе, подвергается такого рода насилию в интернет-пространстве, систематическому, даже когда нет никаких оскорблений, просто оскорблений в плане мата, да, можно сейчас добиться справедливости, но, к сожалению, пока нужно дойти до Европейского суда, чтобы добиться компенсации. С Российской Федерацией взыскали, чтобы вы понимали, 7500 евро за то, что Российская Федерация никаких мер не предпринимала для расследования этого преступления. И только спустя 2 года что-то как-то начало шевелиться у нас в органах полиции. Что-то как-то начало шевелиться, это вообще очень сильно характеризует нашу правовую систему, и даже не всегда начинает оно шевелиться. Спасибо большое за этот разговор нашему эксперту, и будем надеяться, что вы в такие ситуации вообще не попадете, никогда не окажетесь, и не придется вам тратить годы своей жизни на то, чтобы элементарно защитить себя и свои права. Продолжение следует...